Ребята, у нас сегодня с вами просто нечто. Я заказала роллы из много лосося. Посмотрите на них. Такие вот красавчики. Сегодня мы с вами их будем есть. Да, давайте, наверное, я открою как-нибудь их. Слушайте, сегодня у нас будет разговор о личном. Я буду отвечать на вопросы. Давно не было вопросов. Не писали, спрашивали. Ребята, смотрите, как я все расставила. Сейчас я сделаю фокус на себя. Просто хочу вам показать, какие роллы получились. Заказала я в доставке много лосося. Если честно, я очень давно хотела заказать в этой доставке. И как-то я заказала в сушах номер один. Мне не очень понравились. И вот что получилось в этой доставке. Если честно, мне роллы нравятся. Реально. Выглядит все аппетитно. Делаю фокус на себя. Извините. Роллы пока-пока. Ох, ну что. Всем приятного аппетита, кто смотрит это видео. И у нас сегодня с вами ответы на вопрос. Первый ролл. Буду вам все показывать. Не очень много, кстати, вот рыбы конкретно в этом ролле. Но он с креветкой. Их привезли уже некоторое время назад. Я не ела, ждала. Короче, не важно. Они такие же свежие, как должны были быть. На самом деле, накопилось вопросов. И давайте, наверное, на них ответим сегодня. Раз у нас с вами такая позиделочка, такая встреча. Знаете, я хочу рассказать, на самом деле, немного о личном. Потому что всем спрашивают. Всем в основном интересно про моего мужа. Где мы познакомились. Какие у нас отношения. Ребят, поймите меня правильно. Я не хочу строить блог на чем-то личном. Знаете, на таких каких-то моментах, связанных с семьей. Вот. Но, как бы, на некоторые вопросы я могу и с удовольствием отвечу. Во-первых, да. Я замужем. Вот. И в отношениях мы достаточно давно. Практически 8 лет. Буду вам сегодня все тыкать. Давно не тыкала в камеру. В отношениях мы 8 лет практически. Ну и у нас в целом нормальные, стабильные отношения. Познакомилась я со своим мужем на вечеринке. Ммм, вкусно. Было 4 ночи. Уже все закруглялись. Мы выходим с подружкой на улице. А я вижу его. Так мы и познакомились. Обменялись телефонами. И на следующий день встретились. Все. Так завязались наши отношения. Что-то такого прямо, не знаю, что... Какого-то такого прямо интересного. Не могу рассказать ничего. Вот. В целом на этом все. Потому что люди часто пишут. Спрашивают. О, ты что, замужем? Ничего себе. Я думала тебе 15 лет. Ну вот. Кто не знал, мне 27 лет. Исполнилось. Ну, все. Давайте, наверное, к вопросам. Я буду вот сюда, наверное, тогда вставлять вопрос. Чтобы был ник. Чтобы человеку было приятно. Что он может увидеть свой ник тут. И это прикольно. Вот. Мне пишет, что я думаю о сайте знакомств. Ребят, на самом деле, про сайты знакомств, мне кажется, это фигня. Ну, я знаю, что многие люди там действительно какие-то серьезные отношения строят с сайтов знакомств. Такое, в принципе, бывает. Ну, вот если вы просто хорошего человека там найдете. В основном, ну, мой опыт с сайтами знакомств вообще ни о чем. С мужем я познакомилась так вот, случайно. Ну, как бы, где сейчас знакомиться, да, в принципе. Просто, ну, главное быть внимательным. И с кем ты встречаешься и так далее на сайтах знакомств. Потому что, мне кажется, как есть и хорошие люди, так есть и не очень хорошие люди на сайтах знакомств. И особенно там девчонкам надо быть аккуратнее. Знаете, был такой мем недавно, типа, то, что там, типа, девушка познакомилась с парнем на сайте знакомств. И он ей говорит, типа, где ты живешь, я тебе сейчас пришлю цветы. Вот, она ему говорит адрес. И, типа, фигак, там 2 часа ночи, этот человек стоит и просто смотрит там в дверь и никуда не уходит. Ну, короче, много таких, да, людей. Мне кажется, круто знакомиться, допустим, ну, когда какие-то общие интересы есть. Может быть. На каких-то мероприятиях. Это прикольнее. Потому что, знаете, когда ты знакомишься на сайте знакомств, это прям полный рандом. Кто тебе там попадется, непонятно. Красивый ролл, да? Но, когда ты знакомишься в жизни, допустим, на каком-то мероприятии или еще что-то, значит, что у вас с человеком, ну, больше общего. Вы же пришли на это мероприятие вдвоем. Ну, как бы. Что-то вас туда провело. В одно и то же место. Понимаете, да? Вот, поэтому я рекомендую знакомиться на каких-то мероприятиях, событиях. Дальше. Что для меня главное в отношениях? Легкость для меня в отношениях важна. И понимание друг друга. Потому что я не люблю, когда какие-то там начинаются претензии друг к другу. Ну, а это обоюдно, как бы. И там со стороны девушки, со стороны парня. Когда, знаете, какое-то идет такое отношение, ну, как бы, унижение немного другого человека. Типа, да он какой он там. Ну, вот. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Такое часто мы можем столкнуться там в отношениях там в наших родителей, там наших бабушек, дедушек. Когда, типа, ай, да че он там. Ну, вот, я такого не люблю. И так быть не должно. Должно быть уважение, понимание. Я не люблю, когда кричат, когда возняют отношения. И в своих отношениях я, в принципе, стараюсь не позволять такого. Муж о моем канале, в принципе, думает только хорошее. Изначально он мне говорил, да кто это будет смотреть. Вот, а сейчас он, в принципе, ну, ему интересно. Когда я выкладываю новое видео, он спрашивает, сколько просмотров. Вот, поэтому ему интересна эта тема. Что девушка пишет про Милану М, и что она дает психологические консультации. Честно, я не хочу давать оценку этому. Каждый зарабатывает так, как он может, так, как он хочет. Но, если там вам нужен психолог, я бы вам рекомендовала обратиться к профессионалу, который, ну, действительно этим занимается не первый год. И который, ну, который возьмет у вас не только деньги. И вы с кем классно проведете время, а кто действительно сможет вам помочь. Вот, я не знаю, как бы я с Миланой не сталкивалась. И ее какие-то там, не знаю, программы, техники, по которым она работает, я тоже не знаю. Вот, поэтому классно, когда блогер что-то такое делает. Но будьте внимательны, всегда смотрите, чтобы это был человек-профессионал. Если она профессионал, то вообще никаких вопросов. Вот. Но, как я вижу, что очень многие блогеры начинают заниматься консультациями индивидуальными. Вот, я не говорю конкретно про Милану сейчас, но, мне кажется, это в основном, конечно же, для заработка. И главное просто, чтобы это было как-то эффективно. Давайте, следующий вопрос, потому что мало времени вообще у нас, мало роллов, я уже наедаюсь. Девушка тут пишет, короче говоря, в следующем видео, ребят, будет ролик про истории подписчиков. Вот, сегодня просто про вопросы. А вот, девушка спрашивает про дружбу. Ну, ребят, я уже говорила, кстати, про дружбу. Что я не люблю, когда навязываются. Я люблю, когда такое, знаете, типа, свобода в дружбе. Когда друг друга люди понимают. Когда не понимаешь, что ты хочешь побыть одна. Ты также должен понимать, что человек хочет побыть с тобой, поэтому нужно тоже когда-то идти на компромисс. Раньше для меня дружба это было все. Это был целый мир. Сейчас, конечно, такого нет. Я как-то больше в семью, знаете, ударилась. Прям, что вот я тусую с друзьями. Такого сейчас нет. Ну, бывает, конечно, бывает, но не всегда. Дружба после 25, мне кажется, она более спокойная, знаете. Вы уже не ругаетесь, вы уже не ссоритесь по мелочам. Вы уже цените друг друга больше. Понимаете, что вот это твой друг. Один из немногих, кто остался. Вот, и поэтому мне дружба после 25 нравится. Как-то, знаете, становится больше возможностей. И вообще мне нравится взрослеть. Потому что, допустим, я в 18 лет, это просто хомок нервов каких-то, агрессии и так далее. Без понимания, куда мне идти. Сейчас же я становлюсь более сдержанна. Как-то по-другому к жизни отношусь, по-другому к себе отношусь. Хочу быть там, хочу питаться правильно. Раньше я вообще об этом не вздумывалась. Жила, как, знаете, пойдет. Вот, сейчас же как-то голова становится на место с возрастом. Давайте дальше, да? Ну, у меня есть лучшие подруги. Давайте не будем их называть. Но, да, они есть. Я очень этому рада. Вот. И вот по поводу дружбы девушка спрашивает между парнем и девушкой. Ну, если честно, я не знаю. Наверное, да, я верю. Я верю, потому что, ну, есть такие случаи. Ну, блин, а почему люди не могут дружить? Знаете, бывают разные парни абсолютно. И бывают парни, которые больше похожи на девушку, чем на парня. Поэтому, я думаю, конечно, да. У меня нет друзей парней. Но, я думаю, знаете, чтобы дружить с парнем, ну, реально дружить, и не то, что там он тебя любит, или ты его любишь. У вас должны быть такие братские отношения, как у родственников, знаете. Что, типа, ты мой брат, и я твой брат. Ну, вот так. Следующий вопрос. Ну, вот про мужа я уже рассказала. Ребят, по поводу детей тоже некоторые спрашивают. В принципе, знаете, раньше я прям была такой child free. Короче, я была реально. Вот, потом мы познакомились с мужем, и мы были вдвоем child free. Мы хотели детей. Просто ни здесь, ни сейчас. Ну, с ходом времени я, в принципе, обзавелась собакой. Собака же это круто, да? Ну, а ребенок, наверное, еще круче. В целом, я не против. Ну, как бы, всему свое время. Вот. Ну, есть ребята, кто конкретный child free. Ну, я не знаю. Я не child free. Я, мне кажется, с детьми круто. С ними очень весело. Дети, они забавные. Ну, вы поняли, да? Вот, ну, короче, да. Вы меня поняли. Давайте дальше. Детей мне пока нет. У меня есть, знаете, кто? Мой главный ребенок. Я пуп... Фу. Чарли, ты мальчик. Ты мальчик. Ухо у него падает. Спал. Ой, 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 сейчас мило. Ну, так вот. Да. Вопросики еще. О, про РПП. Некоторые, кстати, спрашивают про РПП. Ребят, ну, что таить греха? Заходите в мой Телеграм, потому что там я выложила свою детскую фотографию, какая я была толстенькая. Да. Заходите, реально, просто я знаю, что вы ленивые. Вот кто-то зашел, подписался, да, на меня. А в основном вот вы, моих любимых подписчиков, вы смотрите меня. Вы даже на мой канал не подписались. Что уж про Телеграм говорить. Поэтому для вас я приготовила затравочку. Заходите на мой Телеграм-канал. И там я выложила свои детские фотки. Ну, чтобы просто понимали, какая я была в детстве. Во-первых, я была толстая. Реально. Я очень любила бабушкины пельмени. Ну, и прочее. И я была толстая все детство, всю школу. Я старалась всегда с этим бороться. Ну, как бы меня, конечно, это смущало, знаете, потому что там мне нравится какой-нибудь мальчик, а он говорит, что я толстая. Мне грустно становилось. И, в общем, я решила худеть в девятом классе. Между девятым и десятом. Помните, раньше были популярные группы ВК Анорексия? Анорексия. Я стала сидеть в этих группах активно. Ну, и, естественно, есть там по... Там только гречку, там одно яблочко в день. Я помню, даже была диета на Кока-Коле ноль. Ну, без сахара, которая... Ну, полный бред, короче, реально. Я издевалась так над своим организмом долго. Я похудела. Вот. Ну, где-то год вот это у меня все продолжалось. Я похудела на 20 килограмм. Таким способом, ну, который я реально не пожелаю врагу. Ну, благо, что организм был молодой. Все очень быстро восстанавливается, обновляется. Он растущий организм. То есть, в принципе, такие эксперименты в возрасте, там, 17 лет. Они, в принципе, ну, здоровые им и прощаются. Вот. Сейчас бы, я думаю, конечно, я, может, в больничку бы слегла от такой диеты. Вот. И... И вот, да. Да, и было РПП в тот момент. И потом я стала, ну, как-то стараться, знаете, работать с собой, есть более правильно. Я стараюсь давать себе, знаете, волю, что вот сейчас макбанк. Я снимаю, как бы это, да. А потом в нормальной жизни я иду, тренируюсь, я ем здоровую еду, я ем супы, я ем костный, там, на костных бульонах супы. Я, там, ем много овощей и так далее. Вот. Поэтому сейчас этого меньше, я с этим борюсь. Но, да, РПП был. Мне кажется, у многих оно есть. У многих оно есть. Особенно у тех, кто смотрит макбанги, да. Скорее всего, у многих, кто смотрит макбанги, тоже есть РПП. Ну, не совсем нормальная тема. Гнабить себя, там, за какой-то лишний кусочек. Или не есть. Как я делала, знаете, типа голод на воде. Ну, бред. Ну, я считаю, что это у меня было подростковое. Плюс травма, что я была пухленькая в детстве. Вот. Вот. Сейчас я не сижу на диетах. Скажу вам так. Я стараюсь не есть, допустим, после восьми. Вот так вот, семи. Я стараюсь до этого времени делать основной прием пищи. Я стараюсь принимать свое тело. Не у всех идеальное тело, ребят. Не у всех, знаете, плоские животы и так далее. Люди разные. И не нужно себя гнобить за какие-нибудь кривые пятки, локти, мизинцы и так далее. У всех все разное. И ничего страшного. Надо жить, радоваться, что ты здоровый, стремиться к лучшему. Но прямо уж себя загонять под плинтус не надо. Из-за того, что у тебя что-то там не так. Ну, как бы, знаете, спорно тем, кто сейчас скажет, вот, а что тогда надо распуститься. Нет, распускаться не надо. Просто нужно себя начинать любить. Любить свое тело, есть правильную еду, заниматься спортом, ходить в спортзал, ходить там в баньку и так далее. Переставать пить алкоголь, курить, есть шоколадки в бешеных количествах. Ну, и как-то вот какой-то порядок и взаимоотношения выстраивать между телом и своей головой. Вот. Поэтому прям худеть не советую. Все равно все вернется. Все равно все возвращается. Ой. Вот так. Ну, что, давайте последний. Давайте последний вот этот съедим. Я наелась, ребят. Честно, наелась. Неплохие роллы. Вот. Все девушка спросила, что я делаю после мукбангов. Вот сейчас я пойду просто полежу. Потому что я съела много роллов. Полежу. Досмотрю интервью, которое я смотрела. И начну монтировать видосик. Давайте еще один. Ну, что, мои хорошие. Я ответила. Успела ответить практически на все вопросы. Успела ответить практически на все вопросы. Спасибо, что их задаете. Можете задавать, продолжать дальше. Ну, что, ребят. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я наелась. Пойду отдыхать. Монтировать видосик для вас, чтобы его залить завтра. Ну, и все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok